Но в начале проекта Общероссийского народного фронта «Мы вместе» отметил год своей работы. С теми, кто помогал и продолжает помогать другим людям, в Екатерининском зале Кремля встречу провел президент Владимир Путин. Те, кто не смог оказаться в столице, свои вопросы главе государства задавали по видеосвязи. Из Ульяновска к диалогу подключилась врач-терапевт второй поликлиники. Регина Аминькаева начала выступление с рассказа о волонтере-медике из Корсунского района Светлане Анурьевой. Имея четвертую стадию рака и зная свой неизлечимый диагноз, она до последнего помогала нуждающимся, пока были силы и возможности передвигаться. Это настоящий героический подвиг, который будут помнить в Ульяновской области. Имя Светланы Анурьевой присвоено Ульяновскому медицинскому колледжу. Для будущих медиков, да и не только, Светлана настоящий пример профессиональному и волонтерскому долгу. Ведь волонтеров и врачей связывает стремление помогать людям. Врач из Ульяновска также подчеркнула, что во время пандемии помощь пациентам оказывал весь персонал медучреждений. Однако страховые выплаты получают только медицинские работники. Не менее важным остается вопрос о страховании немедицинских работников. Да, я согласен с вами, потому что люди тоже находятся, хоть и не являются медиками, но тоже находятся в сложной ситуации и тоже рискуют. Поэтому это потребует дополнительных денег, где-то примерно 10 миллиардов рублей. Продолжение следует...